Привет, друзья! В понедельник на Соке Олимпийском пройдет заключительный матч седьмого тура «Луч Динамо Минск». Матч очень любопытный, хотя бы просто потому, что команды впервые встречаются в рамках элитного дивизиона, а во-вторых, ну согласитесь, нечасто один из лидеров нашего чемпионата играет на Соке. Честно, я не припомню, чтобы минские динамовцы играли на этом поле, если вы помните, вам респект. Так вот, «Луч Динамо Минск». Хотела поставить в машине музыку цвет настроения синий и белый, как вы видите. Есть ощущение, что просто так команды не сыграют, но естественно. Давайте разбираться. «Луч» в последних двух играх одерживал победу, можно говорить, что встал на победную тропу, в то время как «Минская Динамо» с той победной тропы не сворачивала. Команда «Гуренко» пока не знает поражений и только дважды играла в ничью, и как раз-таки последняя безголевая ничья была в прошлом туре с «Шахтером». Понятное дело, на Сок приедет «Динамо» за победой. Единственное, ну может быть, это сам Сок, который может преподносить сюрприз. Это покрытие, «Луч» к нему более привычен, и у «Луча» появляется преимущество. И понятное дело, что фаворит «Минская Динамо», но отдавать, вернее, ставить на результат в этой игре, отдавать кому-то безоговорочное преимущество до игры я вот просто не стану. Потому что с интересом буду наблюдать и хочу, чтобы в этом матче сохранилась интрига и для меня самой. Но благодаря «Макс Лайну», который предлагает, кроме основных ставок, еще и дополнительные, есть ставка на индивидуальный тотал. Так вот, я поставлю на индивидуальный тотал «Луча» больше 0,5. То есть я думаю, что «Луч» забьет как минимум один мяч. Поэтому делаю ставку на тотал больше 0,5 и с интересом смотрю поединок «Луч-Динамо-Минск». А вы играйте, ставьте и выигрывайте. Субтитры создавал DimaTorzok